Нарушение на сотни миллиардов тенге выявили в госорганах Казахстана во время аудиторской проверки. Общая сумма более 237 миллиардов тенге. По данным аудиторов, большая часть пришлась на квази-государственный сектор республиканского подчинения. Также нарушения зарегистрировали в Акиматах. Там неправильно использовали деньги из бюджета страны, которые выделили для госучреждений. Часть собранных специалистами материалов уже передана в правоохранительные органы. Среди министров основная доля нарушений приходится на Министерство обороны – более 5 миллиардов тенге. Для принятия процессуальных решений было передано всего 15 материалов. По шести материалам возбуждены уголовные дела, проводятся досудебные расследования, итоги которых будут известны после завершения. Два материала направлены на дополнительную проверку в правах выполномоченным органам. И по семи материалам производство прекращены. Ставка на экспорт. Маслодобывающие организации Беларуси расширяют географию поставок и увеличивают объемы. Рапсовое масло под маркой, сделанное в Беларуси, уже оценили потребители нескольких десятков стран. Производством ценного продукта занимаются и большие и малые предприятия. Выгда не только от продажи семян. Благодаря рапсу хозяйство полностью обеспечивает себя ценным белковым кормом. И кормить есть кого. Молоко почти пяти тысяч коров отправляют на первый Минский молочный завод. Продовольственная безопасность и потребности внутреннего рынка обеспечены более чем на 200%. Беларусский продукт оценили уже и в нескольких десятках стран мира. Сумма экспорта – 640 миллионов долларов. В год белорусские предприятия перерабатывают около полумиллиона тонн собственного масличного сырья. В ближайших планах увеличить показатель почти втрое. А это позволит не только нарастить экспорт, но и сэкономить на закупке импортного сырья. Рынки, куда отправляем мы масло, это уже и Азия, и Юго-Восточная Азия, Китай. Сегодня мы просматриваем возможность поставки в страны Африки и Латинской Америки. Поэтому сегодня так вопрос, что нам куда отправлять, абсолютно не актуален. Нам сегодня актуален получение более высокой добавленной стоимости по экспорту готовой продукции. О реализации проекта «Социальное казначейство» главе государства Владимиру Путину рассказал президент компании «Ростелеком» Михаил Осиевский. Теперь через портал госуслуги граждане смогут узнавать о том, каким полагаются льготы, выплаты и пособия, а затем быстро оформить без сбора дополнительных документов. Внедрена новая, современная, высокопроизводительная версия портала, которая позволила не только увеличить количество зарегистрированных пользователей, их стало 100 миллионов, а было 70, но и масштабно увеличить ежедневную аудиторию. Сейчас более 9 миллионов человек заходят на портал. Но самое главное, чтобы многократно увеличилось количество самих услуг. Если в 2019 году их было всего 33, то вот на сегодняшний день 480, и с каждым днем их количество растет. Штат Аризона ограничил будущее жилищное строительство в районе города Феникс из-за нехватки грунтовых вод. Как показывают прогнозы, в нынешних условиях бурения скважин так будет бессмысленно. В городе окрестностях проживает более 4,5 миллионов человек. Он один из самых быстро растущих в США. Решение властей позволит замедлить темпы расширения. Подобные ограничения также вели и в других районах штата. Департамент водных ресурсов заявил, что застройщикам нужно будет найти другие источники. Под другими источниками понимают организации, у которых есть излишки воды для продажи фермерским хозяйством или индийские племена, обладающие правами на воду. Впрочем, все они в последнее время сталкиваются с нехваткой запасов из-за чрезмерного использования и исторической засухи в этом столетии. Помимо подземных вод, главным источником воды в Аризоне остается река Колорадо. Однако она также мелеет из-за засухи. «Итак, это гидрологическая модель, которая рассматривает все текущие запланированные и утвержденные потребности в подземных водах на следующие 100 лет – с 2021 по 2021 год». Несмотря на недавние обильные дожди по всей Европе, в некоторых регионах по-прежнему стоит засуха. Фермеры в Литве вынуждены поливать свои посевы и днем, и ночью. Многие опасаются, что если засуха продолжится, они могут потерять около трети урожая. От отсутствия осадков страдает и Польша. В стране объявлен самый высокий третий уровень риска пожарной безопасности в большинстве сухих лесов страны. Если ситуация не изменится в ближайшие дни, власти будут вынуждены вести запрет на посещение лесов по всей Польше. Эксперты предупреждают, что для Европы этот летний сезон будет, как и предыдущий, непростым. Редактор субтитров А.Семкин